Приветствую вас! Скажите, пожалуйста, а вы вот хотели бы встречаться с девочкой? Хотели бы быть с ней? Хотели бы проявлять себя как мужчина? Хотели бы вы этого или нет? А, пожалуй, этот вопрос является главным и ключевым для вас, потому что, скорее всего, вы чувствуете себя женственно, именно потому что, во-первых, с одной стороны, вы ощущаете достаточно полно, достаточно сильно свою слабость, свою маленькую значимость по отношению к этой женщине, и, с другой стороны, вы очень сильно хотите, я думаю, быть с девушкой. Вы об этом писали. И инстинктивно, не имея возможности быть с девушкой на данный момент, возможно, подсознательно, не особенно, вы стараетесь быть похожим на нее, чтобы хотя бы таким образом стать ближе, ближе к ней, ближе к этой вот вашей потенциальной, абстрактной девушке. Значит, что нужно делать, что вам нужно делать для того, чтобы избавиться от всего этого? Первое и самое главное, это, наверное, действительно, как рекомендуют вам мои коллеги, заняться физическим трудом. Запишите в спортивную секцию, запишите на фитнес, начните ходить в спортзал, работайте над собой, побольше, бывайте на свежем воздухе, поменьше сидите дома, то есть старайтесь заниматься больше физическим трудом. Дальше, у вас имеются определенные комплексы, эти комплексы идут из детства, и с ними тоже нужно работать, то есть как работать? Прорабатывать все обиды, которые у вас были или есть, идущие из детства, прорабатывать ваши комплексы, которые у вас имеются, комплексы, это очень сложное образование, но с ним можно работать, с ним нужно работать. Определить для себя, в чем вы не уверены в себе, то есть посмотреть, какие свои стороны вы считаете самыми слабыми, и работать в том, чтобы их усилить, сделать сильными. Далее, невнятная речь, это может быть следствием греческого общения, тогда вам может быть имеет смысл провести логопедические занятия по повышению внятности речи. И дальше, у вас проскакивает такая фраза, что вы не знаете, что говорить с людьми, то есть нужно расширять свой кругозор, нужно повышать уровень слева кругозора, нужно, чтобы вы могли им поддержать, можно большее количество тех, тем самым стремясь к этому самому полноценному общению. Я думаю, что вам нужно делать именно это все, и тогда у вас все будет в порядке, тогда вы сможете преодолеть свои проблемы. Значит, что касается комплексов, то комплексы – это отсутствие понимания, отсутствие истинного понятия о том, что с вами происходит. Ваши понятия, они выбраны, они получены из случайных источников и представляют собой совокупность случайных признаков, тогда как признак истинный, вам не ведом сейчас, и вы его не видите, вы его не знаете. Вот и нужно его отпускать, и тем самым, вообще говоря, обрести истинное понимание, тогда и комплекс у вас пропадет. Что касается таких моментов, как страх, то если он не едет, то к нему имеется тоже ряд подходов, подходов к борьбе со страхами, ну и так далее. Вот вектор направления вашей работы над самим собой. Можете, в принципе, делать это самостоятельно, если есть желание. Но быстрее, эффективнее было бы, если бы вы обратились к специалисту, выберете эксперта на нашем ресурсе и проработаете детально с ним всем те проблемы, все те вещи, которые я озвучил, и тогда результат, эффект придет гораздо быстрее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду задать благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.